Сегодня заседание правительства Чувашии проходило в особой атмосфере. Впервые была организована онлайн-трансляция на портале органов власти. Но все шло в обычном режиме. Кабинет министров рассмотрел государственную программу по развитию физкультуры и спорта в Чувашии, установил новую величину прожиточного минимума, утвердил правила предоставления субсидий на улучшение жилищных условий на селе, заслушал отчет о работе Государственной службы занятости. Подробности у Ольги Григорьевой. Почти 7 миллиардов рублей собираются предусмотреть на государственную программу по развитию физкультуры и спорта в Чувашии. Это долгосрочный проект, рассчитанный до 2020 года, призванный решить стратегические задачи. Стратегической целью государственной программы является создание условий для систематических занятий физической культуры и спорта для всех категорий населения республики. Подготовка спортивного резерва и спортсменов высшего спортивного мастерства, а также пропаганда и формирование навыков здорового образа жизни. Если все, что написано на бумаге, удастся реализовать, то занимающихся физкультурой и спортом в Чувашии станет больше, на 10%. А число спортсменов, участников российских и международных соревнований непременно вырастет. На результат нацелены и в Минсельхозе. Там головная боль по другому поводу. Как оставить людей на селе, завлечь молодых специалистов? Для сельчан предусмотрены субсидии от государства на улучшение жилищных условий, о которых напомнил профильный министр. Размер социальных выводов на строительство жилья для граждан и молодых семей и молодых специалистов, предоставляемых в рамках программы, составляет не более 70% от расчетной стоимости жилья. В этом году преимущественное право дано для получения данных субсидий как гражданам, так и молодым специалистам, работающих в организациях агропромышленного комплекса. Кроме этого, имеют преимущество право и граждане и молодые специалисты, имеющие трех и более детей. Главный вопрос для любого региона – занятость ее жителей. Более трех миллиардов рублей было направлено на эти цели в последние три года. И не впустую, отчитался сегодня руководитель государственной службы занятости. Из общего объема средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, 864 миллиона рублей было направлено на снижение напряженности на рынке труда республики в кризисный период. Своевременная организация финансирования позволила занять людей общественными работами, сохранить рабочие места на предприятиях, привлечь незанятых граждан к предпринимательской деятельности, организовать стажировку выпускников по полученным профессиям, что в целом позволило не допустить социальной напряженности в республике. По словам Сергея Дмитриева, уровень регистрируемой безработицы в регионе снизился с 3% в 2010 году до 0,7% в 2014. Это третий показатель среди регионов по Волжье. Несомненно, в плюс Чувашии, но остаются жирные минусы. Сохраняется кадровый дисбаланс, падает престиж рабочих специальностей, а зарплата по вакансиям низкая, отмечают в госслужбе занятости. А вот Минздрав сетует на величину прожиточного минимума в регионе. Она одна из самых низких. А сегодня правительство утвердило новый размер прожиточного минимума. В среднем 6049 рублей. В последнем квартале прошлого года он снизился на 127 рублей. Ольга Григорьева, Николай Яковлев, Республика. На заседании Кабинета министров представили и нового главного жилищного инспектора Чувашии. Напомню, что вчера вечером 63-летний Иван Никитин ушел в отставку после 12 лет работы в этой должности. Ивана Григорьевича наградили почетной грамотой Чувашии за добросовестную и эффективную государственную гражданскую службу. Долго служили на благо жителей Чувашской Республики. Наводили вместе с нами порядок в жилищной сфере Чувашской Республики. Уважаемые члены Кабинета министров, уважаемые участники заседания, но вот поскольку сегодня интернет, в помещении идет сразу, прямо сейчас отказка. Я обращаюсь к населению тоже, к власти. Чувашская Республика делает все для того, чтобы населению было удобно, приятно и комфортно. С вами работать очень сложно, но почетно. На этом же заседании глава Чувашии представил нового руководителя госжилинспекции. Им стал Олег Бирюков, в разные годы возглавлявший комсомольскую организацию промышленного предприятия, отдел по делам молодежи Московского района, работал замначальника Чувашской таможни. В последнее время был главой администрации Калининского района.